всем привет 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 всем меня зовут органищенко всех кто подключается привет и и я выхожу в прямой эфир на фейсбуке и на инстаграме сегодня я хочу поговорить на очень интересную тему если она мне важно и интересно я думаю что многим тоже услышать это будет важно и интересно я хочу рассказать о том как бог вел меня в последние шесть месяцев и я это рассказываю для себя в первую очередь чтобы подводить итоги чтобы не забывать сколько чудес бог совершал сколько бог помогал и во-вторых я верю что каждый из вас кто особенно читал мою книгу я думаю что вам будет это интересно услышать все кто читал мою книгу позвали уши я думаю как многие говорят оля мы за тобой следим по-английски это follow нормально а по-английски следим это как будто подглядывает за тобой до проверяется ли ты правильно делаешь но я знаю что многим вам интересно как бог меня ведет и мне тоже самое интересно и очень интересно жить с богом и если мне хорошо и не хочу держать это в себе я хочу делиться с вами друзья коротко напомню что же произошло из чего все это началось и если я не забуду я еще конце поставлю пару ссылок где я больше рассказывала о моей жизни год назад и потом я больше рассказывал декабре подводила итоги за целый год я поставлю этой ссылке а сегодня больше сконцентрирую на том что происходит последние шесть месяцев хорошо потому что много чего происходит и в нерадостно хочу с вами поделиться так что наберитесь терпения и прошу делитесь этим видео потому что но я буду рассказывать о работе бога в моей жизни а я думаю если мы делимся чудесами бога в нашей жизни то всем это должно быть интересно послушать вот смотрите кто уже читал кто не читал но в 2007 году мы сможем это больше он был просто взмолился господи я стал быть теплым христианином я хочу познать тебе реально пошли мне жизни такую ситуацию которая покажет мне кто то есть на самом деле реальный бог у меня дрожь прошла по телу я поняла что что-то страшное произойдет и конечно произошло но в первую очередь а мы видели очень хорошие переменные мой муж очень сильно он просто прилипился к библии изучал библию каждый день нам был очень много открывал большие перемены жизни мой муж по-настоящему стал священником в доме это первых два года большие перемены но то же самое время и я плечи поранила на работе и работу потеряла и финансово еле-еле чуть ли дом не потеряли но было 2008 год и финансовое ну время сложное было но потом кажется все наладилось и я забеременела четвертым ребенком и нам говорят левая часть сердечко не развивается он жить не будет и вот об этом всем я писала в этих книгах пазла до пазла вилайджа пазл и лёши русская английская книга хорошо кому интересно в этом все можете прочитать на моем сайте алга нищенко даткам я тоже постараюсь поставить ссылочки или же если вы кто-то можете мне помочь можете тоже за меня вместо меня ставить ссылки но потом семь лет я писала книгу потому что мы прошли через ад можно сказать через ад на земле это было страшное огненное испытание чего я понимаю я не заслужила и мне говорили бог тебе наказывает но я не понимала за что мне бог может наказывать и просто это видел нашу ситуацию как ситуация и его когда мне говорили что тебя бог наказывает поверьте мне это не помогало это мне еще дальше разбивала но когда мне один человек сказал что оля если вы не грешили перед богом бог вас скорее всего к чему-то готовит он приведет проведет через это испытание и будет использовать себя для служения помогать таким же людям кто проходит трудной ситуации в жизни и вот этот человек он уже ушел вечно с прошлом году но я не устану повторять его имя это был иван игношов пастырь из одной из церквей которую я никогда не видела увидела уже только перед смертью но раз семь я в течение семи лет ему звонила и когда болел ребенок и когда писала книгу и он был многие люди меня поддерживали многие родители поддерживали и братья сестры церковь молились но именно человек который мог реально рассказать тебе что происходит и подарить какую-то надежду это был вот этот брат иван и когда я описала книгу у меня было три причины почему я хотела написать книгу во первых сохранить себе память обо всем что произошло во вторых я хотела чтобы люди лучше понимали друг друга а в третьих я хотела чтобы передать слова брата ивана людям нашим просто людям что бог вас никогда ни за что не наказывает это жизненная школа то долина плача то победы но жизнь всегда такая сегодня все хорошо завтра ты плачешь послезавтра опять все хорошо потом ты болеешь потом опять все хорошо потом к это разочарование потом ты что-то находишь ты побеждаешь ты выигрываешь теряешь но такая жизнь как мы называем американские горки этот человек он пастырь но он какой-то был другой на все смотрел реальными глазами он не дарил просто-напросто надежду он и слона делал муху вот у меня ребенок при смыте мне горя дело пересадку сердцем горе оля что тебе да ребенку все шансы на жизнь то время когда на собрании сидят и верующие люди размышляют о переливании кровь крови грех или не грех а у тебя жизнь ребенка на волоске это было семь месяцев дней подряд две тысячи восемнадцатом году ровно день день через семь лет после того как наш сын нас оставил вышла в свет вот это наша книга пазл алеши почему я писала 7 лет потому что я разбиралась себе я находила ответы на вопросы я искала бога я очень много буклетов исследований сделала я очень много библии исследовала я искала кто такой бог почему это все произошло я симфонию перелистывала я выписывала я просто искала очень сильно бога и эти все буклет исследований тоже можно найти на моих сайте и о них много не говорю но как-то не хватало времени для этого 7 лет я писала книгу и самое большое что происходило это исцеление моей души а второе во вторых я училась быть смелой потому что я не хотела говорить правду что произошло в то время когда болел наш сын но те люди которые мне помогали они всегда напоминали оля если ты не пишешь правду кому твоя книга нужно слава богу я смогла написать правду книга вышла в свет уже два с половиной года и и и что же происходило потом я вышла на радио начала ради программу открытое сердце и у меня были другие планы но на радио почему я вышла потому что мне как-то надо миру рассказать о книге и я хотела назвать мой проект программу сердце родителей говорить о том что происходит сердце родителей когда болеют дети и все такое но бог повел по-другому бог как-то повернул так что я начала в эту программу приглашать людей и они делились своими жизненными историями что я делаю и до сих пор и мы поднимали разные вопросы и вопросы насилия и вопросы разводов и вопросы смерти и депрессии и страшной болезни и я начала понимать что боль она болит одинаково боль болит одинаково и это уже не имеет значения какая у тебя боль или тебя родители умерли или ребенок умер или муж тебе изменил или же насилие происходит а я думаю уже не имеет значения какая боль на люди проходят боль и вот во всем этом что я прошла а что я прошла это 7 месяцев госпитализации пересадка сердца очередь и бог молчал бог просто молчала закрыл лицо и ты вот вопиш к богу а он молчит никто тебе не отвечает и тут понимаю что ты все-таки из верующей семье что почему и зачем ты не понимаешь и вот это были мои вопросы а за что это господи ты меня наказываешь почему и и почему я почему ребенок и сейчас я уже понимаю что надо спрашивать господи для чего вот вышла я на радио вела вот эту радиопрограмму ну ровно два года до сма марта по март и в марте мы переехали в южную каролину 2018 года по 2020 год я была на slag family в портленде и уже примерно прошло три месяца когда я созрела и я написала я назвала мою программу открытое сердце я до конца даже не понимала почему и потом так интересно что на протяжении следующих двух лет когда приходили ко мне люди в программу гости они часто повторяли у них такие открытые сердца и еще много-много и когда люди это повторяли мне каждый раз вот все больше и больше и больше открывалась картина почему же я но это не я это бог не дал это название почему я назвала мою радиопрограмму открытое сердце и иногда я бывала на женских конференциях обычно по месту потом происходит так что в мою программу приезжает пастырь из сакраменто это лена шеф-папа валерий григорьевич вартоломей и я его пригласила программу алена до этого мне уже много помогала у нее самый сын аутестик многое отделилась как и на со страхами воролась как она была страшной депрессии и я этому пастыре задаю такой вопрос а он как раз прочитал эту книгу и его отзывы вы можете услышать на моем youtube канале олга нищенко там если меня прямо целый плейлист отзывы о книге я ему задаю вопрос вы считаете правильно я сделала что я написала правду книги о том как мне главные люди в церкви говорили что тебя бог наказывает больным ребенком чтобы он не дает больных детей верующим людям он говорит я считаю что ты сделала правильно потому что то что они говорили тебе это неправильно я уже сейчас я много я столкнулась с тем что я это слышал от очень многих людей очень многие люди так понимают что бог их наказывает если какая-то болезнь или же горе случается в жизни я честно сказать так не верю я видела мою ситуацию как ситуацию иова но я также встречалась с людьми которые говорили я понимаю за что мне бог наказа например она сделала борт и говорит я понимаю бог меня за это наказал я не знаю как рассудить этой ситуации на знаю что есть ситуации как у его когда тебя бог не наказывает но испытывает и второй вопрос я его задала я говорю потому что я написала правду моей книги меня пригласили в одну церковь а потом жена диакона прочитала мой книгу и у них как раз пастырь болел и она сказала что не надо ее пускать мою нашу церковь потому что очень плохое пятно ляжет на церковь и постарей так как она ну нехороший рассказала как с ней поступили и знаете я была к этому готова я честно была к этому готова и я с любовью сказала хорошо я к этому был готова нет проблем но в душе как-то было неприятно я все-таки написал на книгу так хотела чтобы но люди знали они читали потому что я бы я хотела чтобы люди понимали друг друга потому что когда те горе и тебе еще начнут умничать что-то вам говорить о твоему сыну хорошо он на небе а я думаю твой ребенок родну бегает радуется а люди говорили то что мне было больно слышать и поэтому я очень сильно хотела чтобы мою книгу люди читали и когда я задала пастырю этот вопрос то радио он горит ольга я тебя приглашаю к нам в церковь и как потом он уже позже сказал я конечно рискнул но я понимал что я хотел чтобы твою книгу прочитали люди потому что я и прочитал и она была очень сильно книга и друзья это было год назад ровно кажется нет больше уже наверное я уже запуталась не до год назад это был июнь и он меня пригласил сакраменто самое насколько я знаю это самая большая церковь по всей америке там 6000 членов представляете у меня с книгой приглашает туда мне ехать 10 часов я загружаю машину с книгами и я еду в эту церковь это первый раз я говорила перед такой огромной публикой а как а какая была трусиха как я боялась микрофона как я вообще боялась стоять перед публикой вы тоже можете прослушать это на моем youtube канале как бог учил меня смелости и это была моя первая поездка но приехала же я такая на эмоциях да ну съездила конечно она поездка была непростая но благословенная к сожалению книг не хватило я просто не было готова к такому большому потоку приезжаю обратно думаю ну что же делать дальше дальше я набралась смелости и позвонила моему родственнику это двоюродный брат моей мамы мама вера лысенко лапина двоюродный брат петр лысенко он в таком и вашингтоне пастырем и я им позвонила говорит и петь я говорю ну вы помните меня помню а мы туда пару раз ездили на молитву за израиль говорю помните меня помню я говорю ну я вот книгу написала об этом об этом об этом книга сильная бог просто как бы проговорил мне что ты должна описать все самое страшное что ты прошла и через твою историю буду исцелять из раненых сердца людей и это происходит сейчас друзья дорогие все отзывы о книге вы можете почитать на моем сайте олга онищенко.com и он мне такое отвечая говорю могла бы я приехать к вам церковь с книгой там ну дайте мне хотя бы минут семь расскажу немножко наше свидетельство книгу продам и он говорит конечно приезжай и он не то говорит я так рад что в нашем родстве есть живые люди а то говорит все работает все какие-то занятые позвони никому до тебя в дела нету все очень заняты времени нет а а вот ты живой человек который хочешь делать что-то на небе божьей он так обрадовался ему же за 70 лет но он уже но престарелый можно сказать так молодой душой но уже в возрасте и друзья и он через него бог открыл мне двери в церковь я еду вот славе крышен центр да это такому ващинтон он меня пригласил а дал мне 7 минут на воскресном собрании чтобы я могла рассказать коротко кто я и о чем моя книга я помогла книги продать потом у меня также пригласил главным спикером одним из главных спикером нас там было двое я ирината кулакевич из флориды мы были спикерами на и женской конференции в октябре это был тоже огромный шаг потому что я раньше участвовала спикером но на маленьких конференциях на маленьких женских мероприятиях которые часто организовала и ксения конотопии люба шейфер и оля черченко до этого и здесь у меня предстоит возможность быть спикером на женской конференции где 400 человек друзья но это была подготовка я вот это у меня таня московка слушает всем благодарна кто в то время за меня молился я знаю таня вы молились очень сильно сирой вот этот дядя петя саенко он открыл мне двери церкви и после этой конференции мне 1 2 3 4 5 наверно мне начали звонить женщины и говорят мы там были мы тебя слышали мы так мы на 1 даже сказала говорит я не слышала твою речь я приехал конце но мне понравилось как-то открыто без лукавства отвечала на вопросы и меня начали приглашать на женские конференции и в фрэнтон и в ауберн это вашингтон и потом я ездила в швай серии и потом еще когда я ехала вот именно на эту конференцию в такому мне позвонила женщина оттуда и сильно просила помощи и духовной и финансовой я с ней провела время на телефоне потом приехала туда еще на час раньше ради нее мы с ней побеседовали и еще прямой эфир вы вышли попросили и финансовой помощи поддержки и потом она с дочерью поехала в мексику на лечение и там она читала мои книгу и она горит оля твоя книга и книга никого чича она меня просто держала на плаву дочь была при смерти и она так была благодарна мне за мою помощь что она потом начала звонить всем пастырям кого она знает потому что она красиво поет это оксана она красиво поет начала звонить пастырям и говорить что у меня есть знакомая оля у нее классная книга разрешите пожалуйста приехать со свидетельством в церковь и потом слава богу мне еще начали открывать двери церкви а это было в эверет и кажется в сыном я поехала к пастырь войнецкому ты хочешь нам хай сказать ну тогда выйди не мешай мне пожалуйста теле ты моя дочка и вот так получается продолжалась моя история дата не пишет дата олечка помню это время слава богу спасибо ему за все только ему спасибо всем за молитвы друзья и будет приходит февраль представляете 1 января ну вот феврале у меня должна быть женская ваша конференции и я единственный спикер на этой женской конференции вы можете представить что я та которая боялась держать микрофон руках это которая боялась говорить перед публикой вообще в колледже у меня была очень плохая оценка за урок спич это выступление перед публикой у меня был акцент и я боялась сильно говорить перед публикой а здесь а бог не ведет на женской конференции где вообще одна единственная спикер и там не дали 4 часа 25 минут рассказать о себе минут 20 рассказать о книге потом мы кушаем breakfast и потом три часа вопросы ответы и вы представляете я единственный спикер ну слава богу бог так чудо благословил я у меня не было такого чтобы я не знала ответа на вопросы это очень сильно мне помогали их женщины я спрашивала кто хочет помочь ответить они сильно помогали и представляете вот в октябре я договариваюсь что у меня в феврале конференция в чай серии а 1 января мы решаем что мы переезжаем южную каролину из вашингтона это переезжая через всю америку и муж заканчивает работу 28 февраля а я заканчиваю работу 21 февраля и у меня ровно неделька чтобы запаковать все вещи но мы течение месяца два мы уже все продавали гаражки делали паковались но все равно мне ровно неделя чтобы запаковать все вещи чтобы муж загрозить загрузил большой траки грузовики с детьми перевез новый дом и также у меня есть вот эта неделя где помимо всего когда ты устаешь очень сильно приготовиться конференции и конечно как я уже раньше рассказывала на сто процентов я не смогла приготовиться но в голове у меня я понимала когда они не сказали ты можешь говорить на эту 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 тему я понимала что я могу мне есть ответа но сесть и написать и не успела и вот таком состоянии еду на знают вот эту женскую конференцию я начал ночевала мои сестрички младшие классно прошла конференция а продала я несколько ну не несколько но продала несколько десятков книг познакомилась с людьми и завела новое знакомство приехала домой сегодня и завтра утром у меня муж выезжает через всю америку переезжает вот в другой штат и я стою из дома на неделю покой чемоданы и кажется 15 марта мы до через две недели мы сможем переехали в южную каролину но когда мы планировали переезжать в южную каролину то сначала муж перевелся на рентовском грузовике второе переезд мы запланировали на его большом траке и загрузить огромный прицеп который должен дать нам был друг а третью перевозку это я должна была с дочерью перелететь обратно в вашингтон я уже загрузила машину книгами закупила около 150 книг а пазл илюши они как вам сказать они мне тоже бесплатно не приходится я должна они мне каждая обходится долларов по 10 на амазоне с пересылкой это есть я заказываю небольшое количество я должна все книги закупить и потом их продаю по 20 долларов опять это небольшой бизнес но это жизнь это это та очередь что я верю бог исцеляет из раненых сердца людей и вот так я загрузила мою машину книгами и оставила всю мою красивую нарядную одежду в машине запаковала все и мы собираемся сможем переезжать в южную каролину план такой что я прилетаю с дочери через две недели назад и я уже договорилась дядю петь исаенко и он мне сказал что я рассказала ему желание мои я говорю до петя мы будем переезжать через всю америку я хочу проехать по церквям я хочу проехать ну как бы и в церкви свидетельство поделиться книги может быть продать может быть где-то женские мероприятия сделать а вы могли бы мне дать имена постареет через церкви через америку как я буду проезжать и чтобы договориться он мире конечно воли я тебе сделаю маршрут я всем обзвоню и я тебе сделаю маршрут я такая рада до потолка там прыгаю и ну очень-очень была рада и представляете нам завтра уже выезжать южную каролину а сегодня объявляют что карантин корона вирус и вот так получается корона вирус перечеркнул все мои планы с предстоящими женскими конференциями и поездками по церквям это март и вот так март сейчас у нас уже почти сентябрь-апрель и вот так про я хочу рассказать что же происходило в моей жизни последние шесть месяцев как же мне бог вел с одной стороны вирус перечеркнул все мои планы якобы сказать и расстроилась немножко с другой стороны думаю бог всем руководит у меня было время без всяких не отвлекаясь убрать новый дом закупить мебель убрать офис и работать на мои над моими закончить все мои проекты с прошлых пару лет потому что я много не успевала так как я работала full time с утра до вечера ну конечно далеко мои проекты и не закончила но я над этим работала но когда мы сюда переезжали одна из главных причин почему я хотела переехать я бы уже говорила но я могу сделать две конференции за месяц и заработать те же деньги что я зарабатывала на работе а я не хочу работать с утра до ночи просто на государственной работе я хочу работать на бога у меня очень много есть сердце дать я хочу проводить душеповещительную работу я хочу говорить на конференциях я их я хочу ездить по церквям я хочу побывать по всему миру мне были просто такие можно сказать масштабные планы были большие желания и ну почему бы не мечтать да если бог дает желание почему бы не стремится к на к этому и я просто одна из моих причин я хотела ну больше не работать когда мы переезжали в южную каролину и муж это одобрил у нас было много причин почему переезжали но одна из этих это дешевле дом дешевле жизнь и я не буду работать но я все-таки планировала что я буду ездить по церквям по конференциям какие-то деньги зарабатывать чтобы дальше как-то двигаться потому что в служении всегда нужны деньги деньги заказать книги деньги заказать ручки эти ручки с моим лого деньги заказать блокноты лампы освещения чтобы проводить прямые эфиры микрофоны людям заплатить которые те помогают уже вот два с половиной года мне строят сайт ну деньги в служении нужны как и церкви деньги нужны таким личном служении какие-то деньги нужны и я планировал что я буду ездить по церквям мы все-таки на конференциях смогу какую-то копейку заработать на книгах но веру все перечеркнул до сих пор и я уже как бы выживала как могла пару раз выходила прямой эфир а там немножко просила и люди отзывались жертвовали то мы отослали книги в украину в израиль отослали книги в африку отсылали мы книги бесплатно но в украину я лично платила в израиль на госпиталь бесплатно родителям у кого дети умирают и но так я прожила 6 месяцев у меня есть люди которые со мной каждый день работают помогает не поддерживают укрепляют и здесь в южной каролине я не знала что дальше делать но опять я возобновила свидетельство запись свидетельств через прямой эфир и через прямой эфир у с мая оси фаси пава и часто выходим прямой эфир говорим на разные жизненные темы по пятницам я выхожу сама говорю уроки жизни а каждый вторник и надо пятница у меня от двух до четырех записей свидетельств через программу зум по интернету я продолжаю мою программу открытое сердце даже если со мной рядом нету людей но мы это делаем бог открыл мои границы еще и во все концы мира из израиля уже мы записывали свидетельства и во франции и в англии и в украине везде в россии очень благодарна богу бог закрывает одну дверь новую дверь открывает и очень много знакомства с некоторыми людьми общаюсь годами уже год-два кто-то меня поддерживает кто-то со мной в ногу идет трудиться помогает мне кто-то волонтер кто кому-то я плачу кто-то во мне нуждается как матери плачет каждый день а почему так а почему так а как бог это сделал какой-то допустила почему я чувствую себя отверженным а почему со мной муж так поступает от это душа попечительная работа тоже идет годами а кто-то меня уже учится кто-то хватается за меня как за пример кому-то сделаешь хороший комплимент и это их сильно сильно затрагивает но так мои последние полгода проходили якобы не знала что делать дальше и уже последний месяц думаю господи но растраты в служении увеличивается я не могу брать деньги от мужа потому что у меня уже освободил от работы а я получала 3000 долларов раньше страховку на семью покупала сейчас от меня доходы 0 а книги на амазоне ну продаю на долларов 50 в месяц до если кто-то иногда еще там купит 25 50 долларов через веб-сайт но дохода с книги очень мало но очень много растрат идет на книгу и вот в украине сейчас мы оформили продажу я нашла христианское издательство длинная дорога но через людей через свидетельство бог вывел на людей из киева христианское издательство я заказала там 100 книг конечно там обратно обошлось небольшие деньги за обложку по новому заплатили за верску за 100 книг и они будут рекламировать мои книгу я конечно с книги получу только по 2 доллара но мне важнее чтобы книга шла по миру и а также книга продается уже украина россия и в израиль и это большие большие шаги которыми сделали мы потеряла ну короче вот так что моя жизнь последние шесть месяцев много чего рассказывать я часто ходила прямой эфир и рассказывал а сегодня месяц назад я уже такая думаю ну что же я сижу ну карантин уже закончился но надо как-то опять стучать церкви а на какие-то конференции может попасть мне надо продавать книгу мне надо продолжать делать то что я делала и я написала в одну церковь мне дали отказ ну причина очень хорошая то что там полуамериканская церковь говорят американцы не так смотрят на это все как русские дали мне контакты еще на церкви но я еще пока не созвонила с ними мизури это 8 часов езды от нас потом слава богу чудо меня пригласили в south carolina в чарлстон это я не напрашивалась меня пригласили я тоже так была рада поедут до 12 сентября информации дам больше позже очень-очень рада табыджинские мероприятие может быть я еще с пастором не говорила буду там у них воскресенье и также я посылала запрос еще одну церковь пока мне не ответили в другую церковь мне не ответили в третью церковь из послала запрос и мне месяц не отвечали друзья и сегодня хочу рассказать что же бог делать сегодня мне наконец ответили со флориды это богдан бандаренко церковь и это опять наш далекий родственник это моей мамы двоюродного брата виталий бандаренко сын богдан бандаренко ему тоже лет 35-40 нашего возраста и он молодой пастырь так и папа его виталий бандаренко недавно умер и вот друзья они мне разрешили приехать к ним церковь это воскресенье с книгой а через месяц на женскую конференцию 17 октября это еще под вопросом мы должны это все обсудить но если корона вирус не перебьет наши планы если они посчитают нужным я может быть будут там на женской конференции хотела поделиться вот как меня бог вел открывает мне двери церкви опять и я хочу попросить чтобы вы просто за меня молились почему а что я вижу дело я как бы подводя итоги и что я вижу какой этап сейчас бог меня поставил такую ситуацию где у меня а я не работаю и я себе пообещала что я из денег мужа на служение брать не буду потому что мы он десятину свою отдает в нашу церковь церковь старенького мы купили и там большая стройка идет и мы туда даем потому что дети наши мы там мы понимаем что сейчас важно туда дать я уже даже не просила деньги на мое служение конечно если надо он не даст но проблема будет том что мы очень скоро придем минус и мне придется вернуться на работу поэтому я себе пообещала что от семьи я брать не буду и сейчас бог ставит мне такую ситуацию что в служении у меня денег мало zero ноль я на работу не хочу идти я выбираю служить для бога делать служение для бога и очень непросто описать мое служение но многие вы видите меня на фейсбуке читаете мои посты видите слушайте мои видео слушайте мои прямые эфиры вы более-менее понимаете что я делаю и в настоящее время тоже понимаю что если бы я брала деньги у мужа то я бы оставалась одна в моем служении просто одна а так как бог ставит меня в ситуацию что знаете как сказать ты должен боге понуждаться и ему очень сильно доверить даже финансово вот именно тогда он открывает сердца людей и показывает что твое служение не твое а мое и ты не должна доверять вот поэтому во первых прошу сильно молитесь за меня в это время предстоит большая поездка церковь две конференции а также предстоит небольшое дело я мужа в этом еще не говорила и может быть он услышит это в прямом эфире но я не была готова ему это сказать все что я делаю он знает и очень важно для меня его благословение но в этот момент я ему просто не говорила потому что я знаю ответ и ответ он не скажет ну ищи деньги и какой же мне следующий шаг чтобы продолжать дальше двигаться в служении и я больше расскажу чуть позже как двигаться мне нужны деньги и я должна я решила что это следующий шаг это не то что я решила мне об этом уже многие говорили и об этом давно уже знала но я не решалась как-то всегда не хватало денег но сейчас я чувствую что я пришла в тупик и мне надо брать верой а мне надо сделать два дела во-первых мне посоветовали что мы можем помочь тебе сделать грант от программы google которая может выдавать 10 тысяч долларов на рекламу не деньги на руки она рекламу твоего сайта твоего служения твоего youtube канала и пойдут больше просмотра больше подписчиков и может быть какие-то деньги начнут капать youtube канала я насколько слышала это очень очень непросто начать зарабатывать деньги с youtube канала но это пока единственная надежда за которой я могу хватиться но за этот сервис за эту помощь профессиональную мне надо платить больше тысячи долларов второе с чем я столкнулась они потребовали так сказать то что моя организация которую зарегистрировала год назад и об этом тоже уже не раз рассказывала меня просили помочь мальчику который очень сильно нуждался в деньгах для лечения в израиле я сначала сильно не хотела но потом согласилась и мы буквально полгода с вами друзья на фейсбуке собирали деньги этому мальчику он полечился слава богу и сейчас его мама моя лучшая подруга очень сильно помогает мне распространять книгу по украине и в других странах но именно в тот момент я открыла некоммерческую организацию чтобы получить номерок который я могла бы давать людям для списания на таксу налогов я открыла нам прав это организации некоммерческую организацию март прошлого года но я и до ума не довела стыдно об этом говорит но я работала с утра до ночи и мне еще в то время говорили тебе надо 1800 чтобы все легально зарегистрировать я до ума не довела но сейчас засталкиваясь с тем что у меня нету выхода как это все сделать и мне эта женщина сказала я тебе за 1350 смогу дать скидку если там еще одна группа людей будете работать со мной и настоящее время мне на 2500 долларов чтобы подать зарегистрироваться в государстве и попросить грант грант это сумму денег на служение ты не могут дать 10 тысяч долларов 20-100 могут тысячи дать а могут вообще не дать как бы сказать это тоже риск но это большая-большая при помощь много-много работы делать и у меня во первых не хватает времени для этого терпения здоровья сил и я не могу с этим всем разобраться и я по я знаю что если начну сама разбираться это на это еще будет года два времени а если заплатить профессионалам не придется вот такую сумму дать и поэтому я мужу еще это не говорила потому что он сказать ну еще деньги я об этом пока молюсь и прошу чтобы вы молились служение растет и в чем наше служение открытое сердце во-первых начинается с книги как мне бог сказал люди будет читать твою книгу и душевная рана будет исцеляться потому что очень хорошая возможность выплакаться когда ты читаешь эту книгу и разобраться в своих ответах о своих вопросах а что такое открытое сердце это человек который раскрывает свою рану находит ответы на вопросы прощает избавляется от всякой боли и уже становится сильным человеком и своим опытом начинает служить другим людям и я вот вижу мое служение в этом во первых я поднимаю человека упавшего многие ко мне обращаются те кто разбились боги уши из церкви а кого обижают просто уничтожает мужья у кого-то беременность страшно тяжелая у кого-то больной ребенок у кого-то смерть но такие люди меня окружает и и очень много сильных людей меня окружает это уже те которые прошли что-то поднялись и тоже хотят служить и буквально пару дней назад я на фейсбуке я поставила пост и хотела просто увидеть реакцию людей я написала кто из вас готов поддерживать служение открытое сердце кто из вас хочет слышать наши нужды в служении кто хочет молиться кто хочет может быть как-то поддержать хотя бы морально словом делом или финансово отзовитесь я была очень приятно удивлена что вначале я посчитала был 21 человек и женщины мужчины но мне кажется там сейчас человек 30-40 не успеваю отвечать не успеваю считать но люди отзываются люди хотят быть частью этого служения и люди видят то что я делаю и не только я но моя цель сейчас не только помогать людям подниматься и исцеляться но и поднимать сильных лидеров поэтому друзья хотела поделиться вот так бог меня ввел до этого момента сильно прошу поддерживать у меня молитва чтобы у хранил в пути в дороге что бог помог мне найти финансы для служения чтобы она не заглохла не закрылась и мне не пришлось вернуться на работу чтобы бог окружал мне правильными добрыми открытыми людьми кто-то молитвы кто-то финансами кто-то книги распространял бы кто-то даже читал кто-то подписывался на youtube-канал просто распространяли нашу информацию я буду вам очень очень благодарна если для вас это видео было вдохновительным пожалуйста прошу делитесь не любо никакое служение не рождается просто так никакое служение не рождается легко и просто это роды это происходит духовной роды и бог на каждом этапе испытывает и проверяет насколько ты ему доверяешь так что вот хотела хотелось вам поделиться хочу очень сильно поблагодарить всех кто мне помог финансово в прошлом месяце а кто-то 100 кто-то 200 кто за 400 и я вам скажу что до этой минуты ноль в ноль мне бог помог оплатить все у меня есть четыре человека которыми я каждый месяц уже плачу регулярно и у меня большие растраты вот прямо сейчас мы отправляем два ящика посылок в тюрьмы в украине а это мамам заключенным и мне даже таня сегодня пишет что оля я представила как бог будет исцелять женщин которые делали аборты или же которых убить которые убивали своих детей друзья могу еще больше больше вам рассказывать на я смотрю меня в любую минуту может уже выпить из инстаграма так как там разрешают 50 минут благодарю всем за поддержку и прошу делитесь этим видео прошу молитесь заслужение открытое сердце это не мое это от бога и бог очень много людей присоединяет и мы вместе будем в одиночку вместе будем распространять информацию по мере чтобы люди исцелялись от душевных болей чтобы люди становились сильными и начинались делиться своими историями писать книги и вдохновлять других также хочу сказать что сейчас очень много часто каждый день я делюсь видео и мыслями на вконтакте и одноклассниках там вообще совершенно неверующая публика очень сильно хочу чтобы люди приходили к богу так что друзья прошу от отреагируйте и сева если вам важно дорого моё с моё а я не знаю как по-другому называть служение открытое сердце и люди со мной все если вам дороги это если трогать за сердце хотя бы напишите оля я с тобой я за тебя молюсь кто может пожалуйста поддержите финансово улганищенко.com на веб-сайте это мисс кнопочка donate кто там если может против просто молитесь если можете пожалуйста скажите вашему пастырю за меня я бы с удовольствием приехала к вам церковь с книгой поделилась бы свидетельством с радостью друзья скажу мне в это воскресенье дает 25 минут а это не просто так любой церкви воскресенье тебе до 25 минут обычно 7 минут я очень очень благодарна богу за каждую минуту которую он дает буду очень рада если вы пригласите меня на вашу женскую конференцию очень рада буду поучаствовать беседах консультациях личных очень благодарна вам за все и кто может как кто хочет поддержать меня прошу прошу помощи всех люблю спасибо кто слушает леночка и игорь все 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 вижу вас слушает спасибо что вы со мной благословляю люблю с богом до свидания